От чего же зависело, сколько надо было держать Иосифа в тюрьме? От чего это зависело? От кого это зависело? Когда Слово Божье говорит, что Слово Господне испытало Иосифа. Слово Божье испытывает нас. Иосиф терпел, терпел, он знал, что Бог дал ему обетование, он видел эти сны, что он воссядет на престоле, тогда как назвать это время, когда он не сидел на престоле, когда он лежал в яме, когда на него плевал всякий, кому не лень? Как объяснить это время, где был Бог, почему это необходимо в жизни Иосифа? От кого зависит, сядет ли он на престоле завтра или через 10 лет? От кого это зависит? Бог в этих обстоятельствах изменяет Иосифа, а Иосиф хочет изменить обстоятельства. И мы встречаемся. Богу не составляет труда моментально дать Аврааму Иосифа, но Богу, я повторяю, Богу надо сделать за 25 лет, у Бога взяло 25 лет, чтобы с обычного Авраама сделать Авраама, друга Божьего. Потому я хочу показать, что в вашей жизни те обстоятельства, в которых вы живете, какими бы скрутными, тяжелыми они не были, Бог через эти обстоятельства однозначно преследует вечную, глубокую цель, потому что Его интересует ваша душа. И Он ждет и готов сегодня, во время молитвы, поменять эти обстоятельства в считанные доли секунды. Только это зависит от нас. Удастся ли Богу достичь своих результатов через эти обстоятельства? Потому что, если Он поменяет обстоятельства, не поменяв вас, тогда все это нонсенс, это бессмыслица полнейшая. И я уверен, что Бог будет трудиться над нами до дня своего пришествия, и Он будет помещать нас в свое время. Почему Библия говорит, что Он вознесет вас в свое время? Господи, когда же твое время? Боже, ну когда твое время уже? А там написано, ты смирись. Вы смиритесь под крепкую руку Божией, и Он вас вознесет. Получается, смириться я не желаю. Я желаю, чтобы Он вознес меня. Какого гордого вознес? Если ты ничтожен сегодня, и тебя вознеси, ты проблем сделаешь. Потому Бог и говорит, если ты хочешь, чтобы Я вознес тебя, если ты хочешь, чтобы Я тебя перевел в новое измерение, я должен добиться своих результатов в тех обстоятельств, в которых ты живешь. И я знаю христиан, которые по 20-30 лет борются с обстоятельствами вместо того, чтобы бороться с собой. Они борются с дьяволом вместо того, чтобы бороться с собой. Они изгоняют дьявола вместо того, чтобы изгонять свои негодные привычки. Они хотят перемен обстоятельств вместо того, чтобы поменяться самому. И Бог в тот же день поменяет обстоятельства и даст тебе новое обетование и даст тебе Исаака. Многие люди до сих пор не понимают Бога, они не понимают Божьей категоричности в отношении Саула. Они не понимают, почему Бог так резко повел себя с Саулом, что особенного сделал Саул. Ситуация вынудила его на то, чтобы он принес жертву, не дождавшись Самуила. Давайте вникнем, давайте вникнем, это серьезно, это судьбы людские, это прообразы для нас. Бог так просто не поступает, за всем стоит конкретное логическое объяснение. Давайте научимся понимать Бога, если мы не поймем Бога, это повторится с нами. Завтра же мы будем повторять эти же нелепости, которые делали люди до нас. Смотрите на Саула, давайте посмотрим. 13 глава, 1 книги царств. У Саула на самом деле был очень трагичный момент. 13 глава, 1 книги царств. Ну давайте с 5 прочтем, чтобы более картину понять, да? Быстро будем читать. 14 глава, 2 книги царств. 15 глава, 2 книги царств. И стал народ разбегаться от него. 16 глава, 3 книги царств. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его, но Самуил сказал, что ты сделал? И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнился. И исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. А что было повелено? Что было повелено в 10 главе, то есть 8 главе, 10, наверное, стихом, да, в 10 главе, 8 стихом этой же книги, есть конкретно написано, что было повелено, что же нарушил Саул, за что и было такое взыскание. Когда, смотрите, пока не читайте, смотрите, когда Бог избирал Саула на царство, он встретился с Самуилом впервые в своей жизни, он даже его не знал, как выглядел пророк Самуил в лицо. Саул встречается с Самуилом, и Самуил пророчески дает ему несколько знамений наперед и говорит, если все эти знамения сбудутся с тобою, то знай, что с тобою Бог, после этого делай все, что может рука твоя. И в этом пакете знамений, их было вроде бы три, он доложил или присоединил четвертое знамение. Это было все в одном пророчестве, данном Саулу. Там что, ослицы твои найдутся, потом ты там встретишь тех рабов, потом сон пророков, это на самом деле все сбылось с Саулом. И он вот здесь, когда он это говорил Саулу, 7 стих говорит, когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И дальше он сразу же говорит, в этом же пакете Божьего послания к Саулу, он продолжает и говорит, «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу, что тебе делать». Самуил предупредил Саула даже о количестве дней. Сказать, что Самуил подставил Саула, было бы неверным, потому что написано, что Саул ждал его семь дней. Спасибо. Спасибо.